Работаем с экзидентами, которые так или иначе занимаются химическими производствами, медлосвежными, в процессе их производства, соответственно, образуются какие-то отводы твердые, жидкие, бытовые. В данном случае, имея большого врата, это компания Уралхимпласт, которая на балансе имеет у себя очистные биологические сооружения, поликон для сохранения твердых отводов. Это вот является, по сути дела, нашим конкурентным имуществом, и права, которые мы имеем, законные права лицензии и разрешения, они, соответственно, также способствуют в определенной степени интересу, называют их резидентами. Естественно, при разработке ПСД, раздел охраны окружающей среды, должен быть наличие, где прописано мероприятие как будут учитываться в процессе по утилизации истоков, либо отходов от предприятия. В данном случае мы снимаем полностью нагрузку с резидента и предоставляем ему свои лимиты на сохранение отходов, соответственно, отдаем ему разрешение на подключение к нашим сетям на водоотведение, но требования, соответственно, мы предъявляем в соответствии с законом. То есть, если резидент не довел свои истоки до предельно допустимых концентраций, мы не можем их принять на обработку. Тем более, если мы видим факт нарушения таких мероприятий, то в соответствии, опять же, с законом, для резидента это чревато на купленный шкаф. Более того, мы настаиваем на том, чтобы в зоне ответственности резидента были установлены специальные пробоотборники, где в режиме СМ-24 определяется качество стоп. И в случае обнаружения каких-то залповых спросов либо каких-то нарушений у него в технологическом процессе, этот прибор показывает. Идется все на диспетчера, на поле управления. Диспетчер имеет возможность оперативно среагировать на данную ситуацию и отвести тот стоп, который не соответствует требованиям, в культинокомитете, так называемый, где там уже усредняется, доводится до допустимого БДК и подается уже на технологическую очистку. Понятно, что площадка Францов, она имеет определенные трудности. То есть мы не можем предсказать, какая технология будет задействована. То есть мы смотрим изначально на то, способны ли мы вообще сделать такую функцию для резидента. Если мы не способны, то тогда это, соответственно, мы открыто говорим, что нет, либо вы доводите это своими мероприятиями, либо, соответственно, ищите другие варианты или площадки, или что-то еще. Вот. В части дальнейшего развития, да, то есть сегодня вот у у нас уже отработанная схема есть по археологической тематике, дом ПТВ и лимиты на сохранение и биологическая очистка. Дальше мы видим расширение этой функции в части как раз удовлетворения потребностей по жидким стокам. И в планах у нас также реализация установка по термическому обезвреживанию, которое уже снимают, если мы не очищаем биологически, мы можем обезвредить термическую. В принципе, тема интересная, но, опять же, надо смотреть за фонодательство, которое сегодня у нас достаточно жесткое, и в части там обработки первого, второго класса опасности отходов, да, последние нововведения, что у нас РосАТОМ будет федеральным императором, и далее он уже будет спускать на субъекты, то есть будут региональные императоры от него. Ну и там пойдет уже, скажем, такая непонятная еще ситуация, как в принципе это будет работать. Но рынок есть, но это видим, в принципе, для нас, как для управляющих компаний, функция вот экологического сопровождения под ключ, она для резидентов очень полезна. Поэтому Брандсер в данном случае, он имеет вот такой цифру. Отлично, спасибо. Игорь, а как-то оценивали вы, какую экономию в Канкс может это принести для потенциальных инвесторов, насколько дешевле для них будет размещаться на такой площадке относительно строительства собственных сооружений? Ну, прямо таких конкретных цифр не исследований не проводили, но при, опять же, закон, требующий наличия собственных локальных очистных сооружений, которые, в сути дела, начинаются до 700 тысяч и прошли, зависимости от тех, кто был. Ну, еще раз повторюсь, что на сегодняшний день уже для резидентов существующих мы видим, что это существенная экономия их средств. мы стинкнулись в почту, не болеет у них голова, не болеет у них голова, потому что надо отчитываться за организацию. Как вы делаете это в этот момент? Спасибо. Игорь, но мне остается только пожелать вам успехов. По моей информации, это, наверное, первый опыт в Российской Федерации, особенно то, что вы рассказали про жидкие отходы. И хотя в мире я видел много, на самом деле, баку, в которых эти системы реализованы и работают достаточно давно, но пока в России в основном ориентированы на локальную очистку, и каждый из резидентов вынужден ставить свои очистные сооружения, хотя эффект от усреднения стоков, он, наверное, может быть очень большой. Более того, естественно, мы ориентируемся на мировую, и на практике посещали один из европейских индустриальных парков химических. Ну, там, конечно, установка как раз по термическому обезвреживанию, используется такой катализатор, на выходе в атмосферу вредные вещества меньше, чем здесь покупают в поиске. Спасибо. Ну, действительно, и с точки зрения индустриальных парков, изучая структуру доходов наиболее успешных зарубежных индустриальных парков, я могу сказать, что, наверное, две основные статьи, и это далеко не недвижимость занимает, первое место занимает энергетика, второе это работа с отходом, поскольку нормативы в Западной Европе и в Соединенных Штатах очень жесткие, и это действительно один из крупнейших бизнесов, который есть смысл централизовать на промышленной площадке. Я сейчас хотел бы задать вопрос Сергею Васильевну. Вы являетесь одним из ведущих специалистов по энергетике в индустриальных парках, наверное, лучших специалистов. Спасибо большое. Хотел бы задать вопрос вам и в развитии той темы, о которой Николай сказал. Смотрите ли вы такие возможности для расширения спектра услуг своей управляющей компанией. Но и важный момент – это те изменения, которые ожидаются в области электроэнергетики, как одной из доходных статей индустриальных парков, той, наверное, которая для Браунфьюман стоит в России на втором месте после самих доходов недвижимости в крупных городах. Но если говорить о индустриальных парках, которые расположены в провинции, будем так, наверное, называть, то на самом деле выходит, наверное, на первое место. Безусловно. Я представляю Магазиарный парк Левобережный, Ленинградская область, но расположен в 150 километрах от Санкт-Петербурга, соответственно, провинции. И действительно, в структуре наших работах, мы не один – это электроэнергетика, а на втором месте, наверное, можно говорить, это водоснабжение, водоснабжение, водоснабжение. И, безусловно, я подтверждаю тот факт, что проблема утилизации, проблема утилизации отходов, которые управляющей компанией нужно брать для себя, они крайне важны для резидентов, мы это делаем. Но, к сожалению, пока на том, скажем, от этих деятельностей у нас, дай бог, есть. Что же касается электроэнергетики, то мы, собственно говоря, выживаемой электроэнергетики, благодаря тому, что у нас есть статус реальной сетевой организации, и, соответственно, мы обладаем мощностью, которую мы распределяем резидентам. Соответственно, резидент имеет возможность уже на входе, то есть арендую, либо покупая земельный участок, до этого, получить технические условия, необходимые ему, убедиться в наличии мощности, и все это в соответствии с законодательством, с 865-м постановлением. Это очень важно. Однако, мы не очень боимся, как Браунфилд, как территориальная сетевая организация, мероприятий, которые придуманы МинНРБ и федеральные антимонопольные службы, которые с декабря этого года анонсируют новые критерии сетевых организаций, которые влияют для сетевых организаций более жесткие требования в части протяженности сети. Сегодня сети должны быть не менее 15 километров, и тогда вы, собственно, сетевая организация, и все эти удовольствия для вас и для резидента наличествуют. Если существенно будет увеличена протяженность, говорят то что, говорят о 50-100 километров, соответственно, это сразу выпадает из идеологии индустриального парка. Очень трудно себе представить, даже в большом индустриальном парке у нас почти 200 гектаров, но накрутить там 100 километров кабеля достаточно сложно. Более того, это не очень разумно, в смысле, что если вы построили Беринфилд, если вы построили хорошую простанцию, понятно, что первые ваши якорные резиденты будут располагаться ближе всего к источнику электроэнергии и, соответственно, экономить на мощных кабелях. И нам хотелось бы, конечно, чтобы мы, сообща с Ассоциацией Музеяльных парков, подорвались бы за сохранение этого статуса по тех управляющих компаниям, у которых они есть, ну и, может быть, облегчили бы возможность, облегчили бы получение такого статуса для тех управляющих компаний, которые строятся. Мне кажется, что здесь можно понять и законодателя. У сетевых организаций много, а среди них много случайных. Я слышал такую цифру сегодня, что сегодня, наверное, полутора тысяч. Многие из них транзитные и, безусловно, укругления здесь логически понятны. Но именно территориальные сетевые организации в лице управляющих компанией Музеяльного парка, то есть промышленных территорий, зачастую обособленных, в принципе, обособленных территорий Музеяльного парка, мне кажется, это логично. И было бы очень хорошо, если бы вас и Минэнерго переслушались бы нашим трудом. Ну вот, собственно, все. Спасибо большое. Я не знаю, будет ли какая-то резолюция принята по итогам нашего форума, но, Максим, я прошу вас с Ассоциацией Музеяльного парка, действительно, в этот тем включится, поскольку общий настрой по энергетике понятен. Основная задача – сократить количество сетевых организаций, потому что в этой сфере тарифно регулировано много проблем, и удельный затрат у небольших сетевых компаний, как правило, выше, чем у сетевых организаций, которые обслуживают целые регионы и межрегиональных сетевых организаций. Но, тем не менее, важное отличие – это то, что мы представляем итоговый сервис для конечного прозраста. Для наших президентов мы просто не являемся владельцами пуска габеля, стоящего между двумястями и компаниями, из-за этого взимается довольно серьезный парк. У нас есть конечный прозраста, который, как мне представляется, без уступок соединенного парка не сможем столь литеративно решать вопросы по инвестициям и организации работы. Поэтому, Максим, мы готовы в эту тему включиться. Я думаю, что какой-то касается… Позвольте прокомментирую. Давайте… Действительно, очень важная тема для многих парков, для большинства. Мы постоянно сталкиваемся, обсуждаем. Но, к сожалению, не хватает нам уже внутри организации экспертиза этого вопроса. Очень хорошо, что есть те экспертизы, которые принимают существенно больше нас. Я предлагаю вас, может быть, какая-то мысль декларенность, я зафиксирую. Давайте сделаем обращение, как минимум, официальное обращение Минага. В основном порсе подготовить, наверное, в хорошем уровне, чтобы нам правильно выдержать в сетхом группе. Я вот так же попросил коллеги за ответ, не только мы тоже будем тоже задавать вопросы, посодействовать, а нам просто усилить нашу позицию участия в регионах страны Минага. По нашему плану, я же этого слова предоставлю завершающую, поэтому, может быть, мы… Нет, я просто вот этот комментарий. Конечно. Давайте проект письма напишем на мастеровую, на ногу. Закинем, что это ситуация, что исключение для парков. Которые у нас аккредитованы, уходят к нам в приезд. Не слышно. Я говорю, что когда тереотек парков, которые у нас аккредитованы, в приезд, не делают исключение, чтобы они в сетху сохраняли. Просто вы зашлитесь там, напишите нам к сетхом комплиматике, где это заодно проект, чего там ограничивают, и как это скажется на окрасе. Нам действительно нужно с ассоциациями, и оцените эти масштабы беджии, и к чему это может привести. Соответствующее обращение для нас к администратам. Спасибо. Ольга, одно слово для коллег просто. Поскольку тема, как научиться использовать имеющиеся ресурсы, я просто скажу о том, что мы как Браунфилд, частный Браунфилд, большой Браунфилд, мы регулируемся по всем услугам, которые оказываем, не только по электроэнергетике, но и по водосмабжению, водоотведению, и железные дороги. И я, несмотря на то, что мы частный парк, оцениваю возможности регулирования как очень хорошие. То есть это дает возможность выживать. И я хотел бы здесь сказать, что именно электроэнергетика регулируется лучше всего. То есть там реальные затраты, которые вы несете, учитываются, и вы из общего котла получите свои деньги. Этих денег от резидентов вы не получите. Из котла вы их получить сможете. Плохо регулируется вода с водоотведением. По той простой причине, что нас сравнивают с социалкой. И, соответственно, не поднимают, не дают возможности поднять тариф и выделяют его как промышленник. Но за счет электрики возникает такая перегрестка. Соответственно, я рекомендую те, у кого есть сети, подстанции, стремиться получить регулированные тарифы. Это хороший день. Спасибо. И еще один комментарий. Я знаю много примеров на социальных парках, которые идут немножко по другому пути. Этот путь не соответствует действительному законодательству. Поэтому мне представляется, что единственный законный способ зарабатывать на электроэнергетике – это создание смежностевой компании, которая обеспечивает последнюю милию. Все остальные схемы вызывают огромное количество вопросов. Либо с изданной резидентов, когда есть попытки выполнить предплату взаимания с резидентами, либо у регулирующих органов, в первую очередь, ужасов. Безусловно, да. Здесь еще огромный плюс для резидента. Резидент имеет прямой договор с бытовой компанией и, соответственно, тариф на той территории, на которой находится, который не отличается от кого-либо. У управляющей компании, которая получает деньги из общего канала, отношений с резидентом, денежных, нет. Соответственно, и произвола никакого быть не может. То есть нет никаких ФИ с ПТП, нет никаких аренд, нет ничего. Это очень удобно, это хорошая, интересная схема. Я знаю, что такие же используются в монопольных ситуациях. В Англии, в Норвегии, я там бывал, смотрел, и регулирование практически точно такое. Поэтому рекомендую. Спасибо. Спасибо, Сергей. Да, и комментарии есть у Андрея, наверное. Как вы, пожалуйста, сейчас есть еще одно направление, которое мы только затронем. Очень долго кризируется сейчас, насколько она активна, это введение норм по апатии кислотуды кислородной мощности. То есть мы, как действительно обладельцы систем электроснабжения, зачастую очень часто сталкиваемся с тем, что есть масса людей со стороны сетевой компании, что ты вот не загрузил свою мощность, а компакт не может не иметь резервомощности. То есть он должен привлекать не только резидентов, предлагая им отключение. Ты пытаешься снова отключиться, и сейчас вообще политика Миналерга в том, чтобы пока не законы, значит, объекты, промышленные, иметь полностью гражданинской мощности, во-первых, не дается новая мощность, во-вторых, значит, ну, есть все время угроза, что с какого момента ты должен будешь платить за эту неиспользованную мощность. Вот эта позиция, если, если, как это, так, наформлена, а она постоянно выносится с их Миналерга на обсуждение, может действительно очень сильно нести ущерб экономике и управляющей компанией, которые на своем балансе содержат сетевые объекты и оказывают другие хотели и соединения. То есть вот при формировке вот такого обращения, мне кажется, это вот арбину тоже необходима. Да, Андрей, я здесь один комментарий, я предвижу, что коллеги из Миналерга, в общем-то, ну, мы, во-первых, с ними несколько раз встречались и доносили эту позицию. Да, здесь один из очень сильных контраргументов с их стороны заключается в том, что в итоге промышленные потребители здесь страны вынуждены платить за снижание этих мощностей. Поэтому нам надо, наверное, здесь учитывать важный вопрос, который будет управляющий компанией. В какие сроки вы планируете реально загрузить те мощности, которые вы резервируете? И здесь, мне кажется, что проблема гораздо сложнее, она заключается еще и в том, что большинство иностранных партов представляет мощность для резидентов безвозмездных, то есть без взимания парты и представляет отдельным конкурентным преимуществом площадок таких. На самом деле приводит к тому, что не все резиденты ведут себя ответственно, и многие из них, я могу сказать, что, например, по нашему институту парту, в городу, которому уже 13 лет, есть компании, которые работают 10 лет, даже до 50% подошли от заявок мощности. И при этом эти мощности, они легли в проекте светлой документации, в заключении экспертизы, и, в общем, есть некоторые проблемы, связанные с улучшением этих мощностей. Поэтому мне представляется, что важно здесь не только поднять эту проблему, но и правильно подготовиться к тем контраргументам, которые, несомненно, у коллега регулирующих энергетических фотосов. Поэтому давайте подумаем о том, и о том, в какие сроки мы в действительности можем загрузить эти мощности. Здесь один из важных аспектов, особенно это касается Greenfield-проектов, что сроки, заявленные в изначальных бизнес-планах, в большинстве случаев не выполняют. Это реалии сегодняшнего дня. Согласен, если мы сможем с вами просто провопировать, чтобы нас остались в покое по этому вопросу, я буду счастлив, но не представляете, что все не так просто. И определенные логики есть. И в словах тех, кто неправильно, что эти резервированные мощности, часть из этих резервированных мощностей не будут использованы никогда. Я сейчас не имею в виду вашу конкретную площадку, но если говорить о подростке, в государственном парке вообще, то я, как эксперт, оцениваю, что многие из этих мощностей никогда не будут использованы. Потому что есть 5 проектов абсолютно неудачных, большие площади, подготовленные в качественную структуру, резидентов там нет. И в таком масштабе, мне кажется, не могут. Поэтому надо быть готовым к тому, что у нас будут смотреть не конкретные партии, а вот с этим. Вот буквально одну фразу скажу. Я слышал такую цифру от экспертов Минэнерго, что соотношение мощности, используемой той, которая на бумаге, сегодня, в виде актов и договоров технологического присоединения, 1,16. Поэтому, когда вы говорите 50%, это хорошая исходность. Потому что всего речь идет о 6-7% мощности, которая реально задействована в промышленности. Здесь еще не учитывается в сущности экономия техническая, то есть когда используется, собственно говоря, энергетик для югаевщих. Спасибо. Коллеги, я предлагаю двигаться дальше, и я хотел бы еще одну тему затронуть. Мы какие-то отдельные аспекты обсудили по использованию не имеющихся ресурсов, но один из важнейших ресурсов, с которым все начинается, в браунтовых проектах, это территория, это недвижимость, которая была когда-то задействована, ранее построена. И с точки зрения развития браунтовых проектов, ключевое это решение собственника по движению по пути создания в старинном парке. Понятно, что предевелопнутая территория сегодня является одной из таких модных тем, где много направлений использования в этой территории, это и там, где возможна жилищная застройка, например, это много для реновации территории, в том числе города, вывод промышленных предприятий за территорию исторических центров городов, строительство каких-то социально-культурных объектов и других использований. И здесь важно понимать, почему собственник этой территории должен принять решение с нашей позиции на уровне о сохранении профиля этой территории как промышленной, какие, собственно, эффекты он от этого ожидает, какие он может получиться. И для того, чтобы мы спросили не вообще этот вопрос, а на примере конкретного парка в городе Красноярск, Александр, я прошу вас взять микрофон и рассказать нам, что вы ожидали, почему вы приняли решение о создании института на своей промышленной площадке, и какие эффекты вы получили вот в этом процессе. Добрый день, уважаемые коллеги. Прежде всего, хочу поблагодарить организаторов за возможность рассказать о нашем опыте создания устроенного парка. Может, кому пригодится? Проект устроенного парка мы начали реализовывать в 2012 году. Здесь одна набратка информации, которая выделила в 2012 году, и в 2015 году. Это выделено. И небольшие показатели. Следует отметить, что в базовом варианте были площадки для деталей и института. Мы предполагали разместить там промышленное производство, в котором, собственно, мы успешно занимались в 2015 году. В основном, мы стали одной жертвой уже с течением того самого технологического законодательства. И преднуждено предназначение возобновления производства. Потому что производство опасное. Площадка находится в чердке города. Это будет не наоборот. И, соответственно, у нас стал вопрос, каким образом используем данную площадку. Ну, вариантов, как и все употребление было сказано в Лавицком, где бывает застройка для сохранения профиля на площадке. Мы посмотрели на жилищное строительство в полном объеме. Мы видим динамику с предназначенно большими скачками пиков, как мы угодили. Понятно, что цена для вашего объема составляет около 5 лет. Мы решили построить немножко другую сторону. Но, тем не менее, жилищное строительство мы используем, конечно, мы скажем так. Поэтому одним из критериев, конечно, это скажем так, что «эропередактор» это есть, мы видим, что Продолжение следует...